Ну привет, друзья, привет. Слушайте, у меня вот на столе лежит такая вот фотография моей старой картины. Посмотрите, какая. Ну, какая вот удивительная, да? Да. И вот это вот. Вот. Посмотрите, чтобы вы посмотрели. Да, с чего мы начнём? Дело в том, что такое необычное вступление к необычной завтрашней встрече, которая называется «Третий рывок». По отвязыванию разных вредных привычек. Ну, курение, выпивание, там сладкоежки и всё прочее. Ну, мы тогда делали «Третий рывок». Ну, мы там его заполнили объяснениями, как если человек в ковиде, там Айна у нас рассказывала, как она променела разгрузочный механизм для того, чтобы выйти из штопора в этом состоянии ковидном. И она вышла, и она мне в прошлый раз писала. После этого она заново начала жить. Это было прекрасно. Я такой был довольный. Да. Ну, мне потом написали там в комментах. Ну, вы же обещали «Третий рывок», а потом раньше ещё обещали «Гипноз». Ну, короче говоря, я же обещал, и то, что я обещал, я всегда выполняю. Я вообще считаю, что мужчина чем должен отличаться? Слово «сказал» – «выполни», но никуда не денешься. Вот. Ну, женщины как? Ну, женщины, надёжность им нужна. Ну, правильно, если мужик сказал, мужик сделал, как кино, да? Ну, короче говоря, завтра у нас будет «Третий рывок». Мы к нему готовились. После первого-второго рывка 30%, как я ожидал, на самом деле, мне пишут, что да, вот даже сам наш Булгаков стал несколько раз меньше курить. Ну, Булгаков – это у него литературный псевдоним, как вы понимаете. Причём я это сплагиатничал, на самом деле это не я придумал, а Наташа Кузьмина придумала. Когда она увидела фотографию нашего Влада, она сказала «Булгаков». Я поэтому стал называть её без всяких обид со стороны Влада Булгаков, тем более он в своё время начинал прозеро, и тем более, что он разбирается в этих делах очень глубоко и тонко, и хорошо, и немножко, как и я, и юморист. И поэтому все вопросы, если у нас что-то будет не так, как говорится, к нему, вот, пожалуйста, Влад будет поддерживать нашу завтрашнюю трансляцию открытую, бесплатную, как обычно мы делаем, помощь оказываем бесплатно. И поэтому, значит, вы их к завтрашнему дню должны, это нужно для вас, не для меня, устройство свои приготовить, потому что там будет ссылка на, для обратной связи, потому что очень важная будет встреча, сейчас объясню ещё почему. Потому что все почти уже отвяжутся от вредных привычек, но для этого вам надо сделать шаг хотя бы какой-то. Ну, устройство свои приготовьте, программки скачайте, это одна-две кнопочки зума. А Влад у меня сейчас на, как это называется, на другом компьютере? В связи, да. Как называется этот другой компьютер, я забыл слово-то. Айпад что-то? Айпад? Ну да. Ну да, на айпаде у меня, да. Да, и он услышит всё. Он слышит всё и будет завтра сопровождать нас технически, помогать нам, если бы не Влад, что бы я вообще делал, и что бы наша школа делала. И как бы мы тогда, наша школа, человек будущего, Homo Futurus, могли помочь себе улучшить жизнь и миру помочь, если бы не наш Влад Орлов. И поэтому у него фамилия Орлов, а псевдоним Булгаков. Потому что у нас кто, кто мешает жить? Булгаков о ком писал? Собачье сердце, помните? Так вот, мир, оказывается, делится на две категории людей. Одна категория людей, которые способны мыслить, А другая категория людей мыслить не способна. Они приняты, у них такое мышление конкретно, предметно. Они только исполняют. Да, они только исполняют. Так вот, это вот борьба между людьми происходит. Основная между кем? Не между сильными людьми, не между умными людьми. Нет. Основная борьба идёт между людьми слабыми, сильными. Есть люди, которые абстрактно мысят, философски мысят, способны думать. А есть люди, которые способны только выполнять приказы и тупо говорят мне обычно. Дайте нам пошаговую систему. Раз, два, три. Чтобы было просто, понятно, эффективно, быстро и надёжно получить результат. Или пришлите видео, в котором кратко мы поймём, в чём суть метода. Да, вот такие люди, например, когда я показал 10 роликов, 12 роликов, и он бы сразу понял, вычислил суть вопроса, и сам бы придумал новый приём для себя. Он же не задаст такой вопрос, слушайте, после всего этого. А вот у меня плечо болит, а что мне в этот момент надо во время разгрузки думать конкретно? До момента разгрузки думать? Во время разгрузки или после разгрузки, чтобы плечо не болело? Да, и самый любимый вопрос, в какой момент закладывать желание? Да, и в какой момент закладывать желание, чтобы оно исполнилось? Ну, мы же рассчитываем на людей думающих, которые посмотрят несколько роликов и поймут принципы. Потому что знание принципов избавляет, как говорит мой друг Роман Газенха. Знание принципов избавляет от необходимости знать все детали. Потому что вы автоматически, если вы мыслящее существо, человек, хомо-саперс, способный мыслить, суть поняли, и сами начинаете понимать, что и как делать. А ключ как раз-таки служит этому, чтобы развивать у человека его способность мыслить. И поэтому там, да, есть там, конечно, пошаговая система, раз, два, три, но в базовой части. В базовой части она называется классический метод ключа. Или классическая его часть, синхрогимнастика. Как пример, чтобы вы могли уже не по шаговой системе, а по принципу подбора путем перебора, который развивает способность мыслить, способность находить, определять, получать. Ну, способность к философскому, абстрактному мышлению, а не к тупому механическому предметному мышлению. Тебе сказали, вот туда ногу поставь, или сюда ногу поставь. Это раньше было. Именно поэтому мы все исполнители на школе никогда не учили, специально не учили мыслить. Нас всегда учили заучивать материал и отвечать как нужно, на пятерку. Кто плохо отвечал, троки получал, или двоки получал. А Эйнштейн, например, не очень хорошо учился. Почему? Потому что он мыслил, и он занимался самообразованием, и он искал сам ту информацию, которая ему интересна была в тот самый момент. Ну, так поэтому я задавал такой вопрос. Сколько там из лауреатов Нобелевских премий были ученики его? Отличники в школе, и кто были не отличники? Нет, в исполнительском труде, конечно, нужен тоже творческий подход. Конечно, у нас много девочек, которые очень прилежны, очень исполнительны, иначе бы они не были берегинины. Иначе бы мы, мужики, в жизни не состоялись, и род людской бы вообще живой не продолжился. И не было бы сейчас человечества без женщин. Куда мы денемся? Они красавицы, они умницы, они наши берегини, наша опора и наша надежность. А мужики больше соображать должны. Расширять пространство, земли, открывать новое, открывать новые истины. Но они должны мыслить, и женщины, и мужчины должны мыслить. Сегодня каждый человек должен научиться, попадая в эту ситуацию неопределенности, неизвестности, когда его колотят от смятения мыслей, выходить на состояние внутреннего покоя и безмятежности, чтобы в этом состоянии вдруг понять, осмыслить, кто он, что он, куда идет, чего он хочет, и как этого легче достичь. Это очень важно. Почему у нас вот это состояние безмятежности практикуется, состояние нуля, состояние нейтральное, как коробки передач автомобиля при переключении скоростей, что описано у меня в новой модели работы мозга, там в сайте Стрессу. Смотрите, новая модель работы мозга. Почему? Потому что именно овладевая этим, а этим мы будем овладевать во время разгрузки, о чем у нас тоже будет скоро семинар, вебинар, когда у нас, Наташа, будет? В среду, планируем в среду. Планируем в среду, в среду. Да, будет уже вебинар по разгрузке, уже вебинар потрясающий по разгрузке, потому что оказалось, что именно развитие способности мыслить и самому подбирать то, что тебе нужно, то, что открывает интуицию, чтобы ты мог быть человеком мыслящим, а не только исполнителем и потребителем, оказывается, через этот ноль практикуется. Оказывается, в этом состоянии безмолвия как раз таки у человека происходит, в этом состоянии нуля у него там и происходит. Но это называется нейтральным состоянием, это я так назвал. Это так я назвал еще свободным состоянием сознания. А ведь до меня еще назвали за тысячу лет это состояние. Дзен. Состояние самадхи. Состояние нирваны. Состояние фана. А, это ведь одно и то же в разных словах, вы просто этого не знали. Я же этим изучаю, я занимаюсь этим, я же ученый человек. Это то же самое состояние, они оказываются в этом состоянии. То, что сегодня начинается называться так по науке, модным словом, дефолт работы мозга. Да, когда мозг, как компьютер, отключили от всяких этих сигналов внешнего реагирования, и он там безмолвие, и восстанавливается, зарядка смартфона, отключена от всех внешних воздействий. Далее покой, и на зарядке находится, и мозг оказывается в этом дефолте, или нирвана. Это я впервые в мире говорю, чтобы люди понимали, потому что они этого не знают, они не сопоставляют эти разные области знаний. Это я сопоставляю, я вам рассказываю это, поэтому я в школе человек будущего Homo Futurus, и никого там кроме нас нету, кроме меня, вас, участников этой школы, с которой мы уже сотрудничаем, и создаем даже новые понимания. Я же горжусь нашей школой, и поэтому мы сейчас сделаем третий рывок, и все, кто курили, побросают, и все, кто выпивали, побросают, потому что они перед этим третьим рывком опять взвесят, как они будут выглядеть, как они будут себя чувствовать, как они будут долго жить, как они будут легко ходить, какие они будут обаятельны, какие они будут здоровы, какие они будут счастливы на чаше этих весов. Выбор. Какие они будут, когда бросят. И какие они могли бы быть через 10 лет, если бы продолжали пить, курить. И кушать то, что вам не нужно кушать. Например, торты синтетические. Или там еще чего-нибудь. А вы, кстати говоря, знаете, очень много людей, которые побросали, например, по прописанным каким-то диетам, мясо есть там или еще там побросали чего-то. Заболели. Почему? Потому что они не слышали, что нужно их собственному организму. Ну, вы представьте себе, человек живет на Северном полюсе, и мясо перестал есть. Так он же не выживет. Это же совершенно другая климатическая зона. А он так вот, по шаговой системе, увидел, прочитал, перестал есть мясо, и через полтора года заболел. Так вот, чтобы слышать, что вам нужно. Яблоко съесть или грушу. Надо пройти эту разгрузку. И тогда у вас все в этом состоянии восстанавливается. Миллиарды клеточек мозга начинают работать синергично, помогая друг другу в соответствии с вашей генетической природой, вашей индивидуальной, уникальной личности, вашей собственной, а не вашего соседа. Так вот, оказывается, то, что сегодня модно, называется дефолт работы мозга, на самом деле это слово-то неправильное. Там просто взяли часть этого слова, типа, в этот момент человек как бы ни о чем не думает, и поэтому назвали дефолтом, идиоты, и всех запутали. Какой же это дефолт? Это как раз таки состояние синергетического, внутреннего взаимодействия, взаимодействия синергетики. Это синергетическое внутреннее взаимодействие двух половин мозга, когда все там устанавливается так, из хаоса переходит в порядок, все останавливается так, как ваши генетики, ваши конкретные индивидуальные личности, отруду вашему, нужно. И тогда вы знаете, грушу вам есть, мясо есть, или пирожный. Интуитивно. Потому что этот не дефолт, так называемый, дурацкое название, которое всех путают. Поэтому люди не могут понять, что это такое. А это именно глубочайшая внутренняя гармония. И поэтому там нету проблемы, поэтому там и мысли нету. Давайте, ну это пустота. Понимаете, в чем дело? Почему пустота? Потому что там нету конфликта. Там нету противоречий. Там все синергично. Я хочу, чтобы между нами тоже был синергетический диалог. И в этом синергетическом диалоге, безусловно, имеет значение, чтобы я вас видел, чтобы по вашим вопросам я отвечал, а не говорил в пустоту. И чтобы вы все были довольны, взяли от меня, пока я жив, пока я здоров, а я сейчас занимаюсь обучением людей, чтобы сохранить им творческое долголетие. И хочу, в первую очередь, великих людей планеты научить этому. Наша школа служит этому. И там на стене написано сохранение творческого долголетия людей. И всех остальных, их естественно. И вашего соседа, и вашу маму, бабушку и деда, и ваших детей, внуков и правников. Конечно, всех. Но для этого же надо уже сегодня то, что не преподавали нам вчера в школе, учить людей мыслить. И поэтому у нас вместо принципа обучения на основе повторения, повторения мать-учения, у нас к этому принципу, который формирует исполнительскую настойчивость, терпеливость и упорство, и которое тренирует исполнительность. Повторение мать-учения не получается, повторение пока получится. Мы к этому еще добавили принцип подбора путем перебора по критерию максимального индивидуального соответствия. И как раз таки, когда вы это делаете, у вас как раз и открывается способность искать поисковую активность мозга. И тогда вы будете сразу понимать и не говорить мне больше. А мне сначала надо перед тем, как делать упражнения сихрогимнастики, сначала надо цель себе поставить, или во время ставить цель, или потом цель ставить. Ну что за вопрос? Это человек, который не понимает, о чем лечить, это человек, который уже, ну, я понимаю, может он хочет уточнить это, я понимаю, может быть он для других соображений спрашивает, а может быть он меня спрашивает об этом, чтобы я это написал, и чтобы все ответы услышали, и тоже поняли. У нас же разные мотивы, мы же не живем голову друг у друга. Итак, для того, чтобы мы сделали третий рывок, для того, чтобы мы перешли от курящих, пьющих, и не знающих, что нам кушать, пирожок или яблоко, или сыр, к людям, которые чувствуют, что и как надо делать, всегда и везде, и умеют снимать стресс и так далее, к людям более счастливым, здоровым, долгоживущим, молодеющим, как я, с каждым годом. А мне пишут девушки, а что, мне приходится иногда им напоминать, что я прадедушка, а то мало ли чего, влюбится кто-нибудь, а потом проблем не оберешься. Ну ладно, шутки шутками, но я вам еще раз повторяю, вот здесь надо повторить, вот здесь повторение мать учения. И так я повторяю. К завтрашнему дню, пожалуйста, все, кто хочет, если вы хотите получить максимальный эффект от нашей встречи, третий рывок, значит, вы делаете себе там. Влад, подскажи, пожалуйста, что для этого надо будет сделать нашим участникам? Поставить клиент Zoom или на компьютер, или на телефон, на смартфон. Или на телефон, говорит Влад, или на смартфон, или на компьютер поставить Zoom. А что для этого? Ссылку на конференцию. А? Что? В чате ссылку на конференцию. В чате мы сбросим ссылку на конференцию. А, в чате мы сбросим ссылку на конференцию. То есть, я начну говорить, и мы там сбросим ссылку. Да. Трансляция будет проходить на YouTube-канале, мы в час сбросим ссылку, кто захочет добавится в Zoom. И теперь прошу всех убедительнейшим образом нам эта подписка нужна на канале, чтобы вы делали подписку, не забывали, лайки ставили. Не подписка для подписки, чтобы число увеличивать наше в YouTube-пространстве. Не для этого. Нам эти подписки нужны для того, чтобы нас, нашу школу «Человек будущего», потому что это единственная сегодня на планете школа, которая открывает человеку возможность сегодня становиться таким, каким он, по идее, должен быть через сто лет, через тысячу лет. То есть, уже обретать то, с помощью чего он может выжить сегодня. Потому что другие не выживут. Вы видите, что происходит? Вот эта изоляция, вот эта вот, как это называется, пандемия, так называемая, штрафование. Вы видите, что происходит? Почему происходит? Потому что нас не учили мыслить. А сейчас будут люди учиться мыслить. Нас учили раньше перерабатывать большие объемы информации, не вникая в смысл вопроса. И нас иногда учили в неподвижной позе директивного обучения, чтобы формирует исполнителей. А мой друг, Роман Газенко, как раз рассказывал, что вот, рассказывал, какие принципы существуют, расчеловечивание. Очень системно рассказывал. А мы теперь вместе с ним занимаемся очеловечиванием. Ну, в первую очередь, разгрузка нужна, потому что в разгрузке, я еще раз повторюсь, происходит восстановление внутренней целостности человека. И человек, подбирая приемы для разгрузки, что мы будем делать в среду на вебинаре, каждый получит результат. и это будет очень просто, быстро, эффективно и надежно. И там будет научная гарантия. Потому что, если не получается один прием, ты знаешь, как подобрать другой. Да. И ты знаешь принципы. А сам понимаешь, как это делать. Потому что, как говорил Роман Газенко, человек, который знает принципы, не вынужден быть все время в зависимости от знания деталей. как Суворов учил своих солдат. Именно так. Они знали стратегию боя. Поэтому каждая мелочь, куда ногу поставить, как сапог надеть, уже автоматически к этому прикладывалась в голове у каждого солдата. И так мы победим. Потому что мы все вместе. Друзья, наша школа сегодня самая лучшая. И количество подписчиков нам нужно, чтобы то, что мы делаем, сокращало кризисы и войны на планете, сохранило разум на земле. Мужчин и женщин. Да. Я мужчина. Кто-то там женщина. чтобы все друг друга любили, как говорил святой Франциск и были здоровы. Да, Влад, я правильно все сказал? Булгаков. Булгаков. Абсолютно. Так что мы от собачьего сердца, от животных инстинктов переходим к человеку разумному, переходим к человеку, как называется, гордо. Хомос Хаппинс. До встречи, друзья. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok